Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами снова я, Александр Шевчук. И мы с вами продолжаем делать обзор книги «Совершенный код» автором, который является Стив МакКонн. И четвертая глава называется «Основные решения, которые приходится принимать при конструировании». Ага, давайте посмотрим содержание этой главы. Эта глава состоит из четырех разделов. Раздел 4.1. Выбор языка программирования. Здесь Стив МакКонн нам попробует рассказать, как же правильно выбирать язык программирования, для тех, кто не определился, на каком же языке мне начать программировать. Далее. Конвенции программирования. Что такое конвенция? Это соглашение. Ну, дело в том, что и в русском языке есть свои конвенции. И языки программирования не зря называются языками, правда? Все-таки на них пишут программы и, так сказать, разговаривают программисты. Так вот, в русском языке есть конвенция, например, в приличном обществе не употреблять определенные конструкции этого языка. Например, те, которые относятся к ненормативной лексике. Ну, и связаны там разные малые конструкции малого синтаксиса, связанные там с чем-то напоминающим нам что-то непристойное. Вот так же и здесь у нас есть тоже определенная конструкция, которая в определенных случаях использовать не рекомендуется. 4.3. Волны развития технологий. Здесь Тим МакКонн нам расскажет, что же такое технология, как они развиваются, эти технологии, какие бывают ранние последователи. Вот только появилась новая технология, есть ли смысл ее использовать или уже использовать старую или надежную технологию. Дело в том, что методология разработки МСФ более детально подходит к технологиям. Ну, и здесь будет гораздо проще. Далее, раздел 4.4 нам предлагает рассмотреть вопросы выбора основных методик конструирования. Также пару слов о связанных темах. Значит, те, кто не хочет читать книжку от корки до корки, а хочет навигировать по текстовым ссылкам, то, пожалуйста, вы можете вернуться к предварительным условиям. Главе 3 вас отправляют, даже если вы ее и пропустили. Определение типа ПО, над которым вы работаете. Это раздел 3.2 из предыдущей главы. Влияние размера программы на ее конструирование. Глава 27. Ну, понятно, чем больше программы, тем сложнее конструирование. Управление конструированием. Какие же процессы, кому как нужно делать какие реверансы и в какой последовательности выполнять нашу конструкторскую, проектную и остальную деятельность. Ну, и, собственно, проектирование ПО. Это главы 5.9, которые будут идти, собственно, за четвертой, то есть за вот этой текущей главой, которую мы с вами рассматриваем. То есть, как вы видите, мы уже с вами подкрадываемся к самому интересному, к настоящему проектированию, что же о нем будет говорить Стив МакКоннелл. А пока мы только готовимся. Что мне хотелось бы прочитать из рубрики «Связанные темы». Вот, хочется вернуться в главе 3. В главе 3 мы обсудили программные эквиваленты чертежей и разрешений на конструирование. Как правило, у программистов нет особого контроля над этими подготовительными действиями. Ну, конечно же, кто же сегодня из нас, программистов, в крупных компаниях может позволить себе сидеть и снимать требования заказчика. Это просто очень смешно. Поэтому главной темой главы 3 была оценка того, с чем приходится работать в начале конструирования. Ну, по крайней мере, вы узнали, чем занимаются ваши коллеги из соседних бесполезных отделов. То есть, вот эти белково-нуклеотидовые присадки к компьютерам, которые абсолютно не имеют программировать. Правда? Хорошо. Ну, а мы с вами подходим к разделу 4.1 «Выбор языка программирования». И вот здесь нас сразу же встречает цитата, которая была дана Альфредом Нортом у Айтхедом. Я ее зачитаю. «Избавляя разум от всей ненужной работы, хорошая аннотация позволяет сосредоточиться на более сложных проблемах и в конечном счете повышает интеллект человечества». Ну да, мы всегда понимаем, что у нас идет семиуровневый кортекс. И чем выше на этом кортексе записана информация с точки зрения нейрофизиологов, тем более абстрактно мы выражаем свои мысли. И тем считается, что человек более интеллектуальный. Потому что если меня спрашивают, что такое переменная, я мыслю нижними слоями кортекса. Я говорю, ну это там буквы, это данные, вот так тоже не связанный лепет. А если меня спрашивают уже на уровне седьмого уровня кортекса, я вам уже скажу, что переменная это область памяти, в которой хранится некоторое значение. То есть вот условно. Хорошо. До появления арабской аннотации, говорит Альфред, умножение было весьма сложным. Отделение даже целых чисел требовало усилий ведущих математиков. Возможно, ничто в современном мире не смогло бы удивить греческого математика сильнее, чем то, что большинство европейцев сегодня умеют делить крупные числа. И это показалось бы ему абсолютно невозможным. Легкость выполнения операций над десятичными дробями почти, это что-то сверхъестественное. И поэтому мы, собственно, будем руководствоваться этой цитатой. И Стив МакКоннелл начинает эту главу с описания языков программирования. Он говорит, язык программирования, на котором будет реализованная система, заслуживает большого внимания. Конечно же, супер большого. Языков в мире очень много. У каждого языка при его создании было какое-то свое назначение. И авторы этого языка заложили в него вот какую-то такую составляющую со своей предметной области, которая будет фонить везде. Но мы помним, что у нас есть языки общего назначения. Такими, такие языки, которыми является язык C-Sharp. Язык общего назначения, значит, мы его можем использовать в различных отраслях. А вот язык Fortran уже не будет нам удобен. Почему? Потому что он разрабатывался специально для физиков. И мы все равно, так или иначе, будем сталкиваться либо с его библиотеками, либо с его синтаксическими конструкциями, которые ориентированы на математику и на физику. И проектирование и программирование пользовательских интерфейсов будет чем-то вот, каким-то не очень удобным для нас, скажем. Хорошо. Далее. Исследования показали, что выбор языка программирования несколькими способами влияет на производительность труда программистов. Ну, конечно же. А еще я хочу сказать, что раньше были языки, которые назывались я-имы. Языки имитационного моделирования. Имитация. Моделирование. Предметная область. То есть многие институты пытались разрабатывать какие-то свои, так сказать, предметно-модельно-зависимые языки. Потом, понятно, от этого отошли. Почему? Потому что создание языка программирования не всегда оказывается делом тривиальным. Вот. Хорошо. Если язык хорошо знаком программистам, говорит Стив МакКоннелл, они работают более производительно. И здесь приводится статистика. Вы уже почитаете, что программисты, которые несколько лет работают с использованием определенного языка программирования, они намного, на 30%. Вот здесь указывается, продуктивнее, чем те программисты, которые имеют и большой опыт, но при этом только пришли, так сказать, в программирование с использованием именно вот этого языка. И поэтому я думаю, что этим цифрам мы просто должны верить. Мы не должны их особо оспаривать. Вот. Потому что здесь, как говорится, что данные, полученные при помощи модели оценки, как КОМА-2, показывают, что программисты, использующие язык, с которыми они работали 3 года и более, примерно на 30% более продуктивны, чем программисты, обладающие аналогичным опытом, для которых язык является новым. Но. То же самое подтверждает и компания IBM. То есть, и что бы нам ни казалось, но мы все-таки должны опираться на какую-то статистику и на какие-то показатели. Я думаю, что Стив МакКоннелл все-таки не взял их с потолка, а руководствовался показателями, которые наработали статисты уважаемых компаний. Далее, что он интересного говорит, программисты, использующие языки высокого уровня, достигают более высокой продуктивности и создают более качественный код. Почему? У него очень много уже готовой функциональности. И они создают более высококачественный код, чем программисты, работающие с языками низкого уровня. И утверждается, что при работе с такими языками, как C++, добавлю C Sharp, Java, Small Talk Visual Basic, производительность труда программистов, а также надежность, простота и понятность программ в 5-15 раз выше, чем при использовании различных низкоуровневых языков. Далее, здесь интересный момент, вот я тоже поставил восклицательный знак. Высокоуровневые языки выразительней низкоуровневых. Низкоуровневых. Выразительней. Это значит, что мы когда читаем программу, она более абстрактна. Я всегда говорю, вот представьте, как естественный язык, например, у каких-нибудь племен или индейцев, у которых нет такого понятия, как компьютер. У них нет такого понятия, как материнская плата, жесткий диск. Они не знают, что такое электрон. Они не знают, что такое кремний. У них ограниченные словари. Поверьте мне, есть. Есть такие племена. И сегодня. Так, попытайтесь этому человеку, из этого племени, объяснить, что же такое компьютер. Попробуйте привлечь его, допустим, в какой-нибудь институт, чтобы он обучался. То есть, получается, что практически невозможно обучить такого человека без какого-то волшебства и магии. И вот здесь этот человек будет жить просто феноменами. Для него наш компьютер, в котором я сейчас нахожусь, он будет являться, как в одной из французских кинокомедий, ящиком с трубадурами. Хорошо. Далее. Таблица 4.1. Пожалуйста, выведите нам ее на экран. Таблица 4.1. Сравнение функциональности операторов высокоуровневых языков с функциональностью операторов языка C. Так вот, как вы видите, язык C имеет единичку. Это самый минимальный коэффициент. Далее, я бы сказал, что это мощность языка. Мощность, да? То есть, что можно как быстрее и качественнее сделать. Далее, C++ 2.5. Java. Ну, мы его будем сравнивать с языком C-Sharp, условно. Где-то 2.5. А вот смотрите, языки Perl, Paisa, Smalltalk, аж целых 6. Visual Basic 4.5. Но сам Эпплман говорит, что программировать на языке Basic все равно, что плавать в сгущенном молоке. Сладко, все хорошо, не утонешь, но и не разгонишься. Есть такой минус, да. Языки Perl, Paisa и Smalltalk. Смотрите, у них стоят шестерки. Но хорошо ли всегда иметь максимальные коэффициенты? А давайте вспомним математику. А кто из вас знает, что такое интеграл Ньютона-Лебенца? Вот честно. Многие, конечно же, знают. Самый простой, самый первый пример определения площади криволинейной трапеции с использованием интеграла Ньютона-Лебенца. А нужна ли нам такая точность? Давайте задумаемся. Потому что криволинейную трапецию мы можем разбить на какие-нибудь квадратики, да, и посчитать условно эти площади, посчитать недостатки, да, там, порезать на треугольнички, и мы получим приблизительную площадь. Это просто-просто. Да и так, как говорит Эйнштейн, можно объяснить и шестилетнему ребенку. Но попробуйте шестилетнему ребенку объяснить сначала производные, первообразные, и, собственно, подойдите к интегралу хотя бы Ньютона-Лебенца, да, там, интегрирование, дифференцирование. Правда, это покажется сложным. Так, может быть, нам и не всегда нужны такие мощности, да, для программирования. Или я вам рекомендую открыть старый добрый справочник по высшей математике для научных работников и инженеров Терезы и Гранины Корны. И посмотрите, вы там увидите такие чудеса, такие знаки, которые вы и придумать не могли себе. Вот. А как бы нам приходилось вот их изучать. И ты понимаешь, что смотришь туда и думаешь, боже мой, значки-то знакомые, я ничего не понимаю, бывают вот такие разделы в этом справочнике. То ли дело Марк Яковлевич Выгодский со своим справочником по высшей математике, и читается снова же, как курочка ряба. Хорошо, то есть вот, пожалуйста, два разных момента. Нет, я не говорю, что язык Перл и Пайсон и Смойл Ток это плохие языки. Нет, ни в коем случае. Я просто говорю, что у них имеется такая составляющая, которая понятна не всем. А мы же, собственно, разрабатываем решение, так сказать, бизнес-решение. И нам не всегда требуются какие-то там сверхвозможности языков. Об этом мы как раз будем с вами говорить. Некоторые языки выражают концепции программирования лучше, чем другие. И здесь, здесь уместно провести параллель между естественными языками. Скажем, английскими языками программирования, такими как Java, C++. И вот Стив Макконнелл пишет, что Изучая естественные языки, лингвисты Сапфер и Орф высказали предположение, что способность к размышлению над определенными идеями связана с выразительной силой языка. Они говорят, чем больше слова вы знаете, чем больше сформирована у вас абстракция, и чем лучше вы ими манипулируете, тем связаннее и культурнее будет ваша речь, интереснее. А если он пишет, если вы не знаете слов, то не сможете выразить мысль. И возможно даже ее просто сформулировать. Далее, что интересно, здесь вы уже почитаете. А вот еще, смотрите, как доказательство влияния, оказываемое языками программирования. Типичная история такова. Мы писали новую систему на C++, ну это как история. Но большинство наших программистов не имели особого опыта работы на C++. Ну люди приходят и говорят, что там тот язык программирования? Я программировал на BASIC, но я легко перейду на C++ или на C Sharp. Что там? Ну замени begin-end на открывающую и закрывающую операторные скобки. И все, я все понял. То есть, какие проблемы? Тут пишется, раньше не использовали Fortran. Они писали код, который компилировался на C++. Но на самом деле это был замаскированный Fortran. В итоге они заставили C++ эмулировать недостатки языка Fortran. И такие операторы, как GoTo, глобальные данные, и проигнорировали богатый набор объектно-ориентированных возможностей C++. Вот, кстати, в предыдущих видео какой-то один из наших зрителей, он меня переспросил по поводу GoTo, потому что Дейкстра вот как раз негативно отзывался об операторе GoTo. Какое мое отношение? Я бы, конечно, записал бы по GoTo вообще отдельное видео и попытался доказать, что одним GoTo нужен, а другим не нужен. И я сейчас очень быстро расскажу вам по поводу GoTo, то есть повторюсь. Я GoTo называю, знаете, как шпагат с прыжка. Сели вы можете взять сейчас, прыгнуть и сесть на шпагат. Я думаю, что если вы это сделаете, то в ближайшие пару лет вы будете себя чувствовать не очень хорошо, у вас порвутся связки, и, собственно, вы будете вспоминать этот момент. И всем другим не рекомендовать этого делать. Но давайте мы откажемся от шпагата в принципе. Скажите, ну как же, как же, а как же балет и как же гимнастика? Я говорю, ну так вот видите, так же и GoTo. Если вы спортсмен, если вы технический специалист, вы можете использовать GoTo. И тому подтверждение операторы автоматической генерации программных кодов. Посмотрите под рефлектором. Сколько GoTo, потому что без него никуда не деться. Сказать честно, даже высокоуровневые конструкции, вот которые вы видите, да, там различные циклические условные конструкции, и вот их признаки, признаки конца, на самом деле там невидимо стоят GoTo, они есть. И поэтому моменты по GoTo, они обсуждаемы. Да, непрофессиональным программистам, которые пришли с предметных областей, конечно, GoTo использовать опасно, как шпагат с прыжка. Но часто GoTo оказывается очень полезным, в том числе и при оптимизации программных кодов. И потому, когда мы будем с вами записывать общеязыковую спецификацию CLI, я обязательно сделаю акцент на том, что мы будем дезассемблировать программные коды C-Sharp, а может быть даже BASIC, и будем с вами смотреть, а во что же вырождается та или иная циклическая или условная конструкция, а как же организуются там переходы. И вы увидите, что там будет аналогия GoTo, потому что мы и GoTo дезассемблирован, мы посмотрим, как они выглядят на промежуточном языке C-I-L, и вы посмотрите, что GoTo есть везде, но он не для всех. Также не для всех, например, например, я вам скажу, паршал методы во многих код-конвеншенах, они просто запрещены, и многие программисты не имеют права их использовать, а многие программисты не имеют права создавать в своих фреймворках расширяющие методы. И так есть очень много языковых конструкций, которые гораздо опаснее, чем опасный оператор GoTo. Поэтому, если вам запрещают использовать оператор GoTo, то только с одной целью, чтобы вы не ошиблись, потому что у вас нет должного опыта, скорее всего. Ну, или даже если у вас есть должный опыт, то другие ваши более слабые программисты по уровню компетенции, скорее всего, когда они будут править вашу программу или сопровождать ее, они наделают массу ошибок. Дейстер здесь прав. Но нельзя смотреть вульгарно, прямолинейно на GoTo. Он есть, будет. И что вы думаете, Андерс Хелсберг, ну, такой вот уж совсем глупый, что он вот взял и включил GoTo в язык C-Sharp. Поэтому по GoTo это отдельный разговор. И, повторюсь, при обзоре общей языковой спецификации CLI мы с вами обязательно подойдем к дисассемплированию основных конструкций самого же GoTo и сравним и посмотрим, насколько важен оператор GoTo. Просто он прячется от нас. И я вам даже объясню, почему он прячется. Хорошо. Так, и мы переходим с вами к разделу «Описание языков». Здесь будут описаны основные и самые известные языки в алфавитном порядке. И вот первый язык Ада. Мы будем просто так зачитывать, зачем же нужен этот язык. И поймем, почему они не получили такого распространения. Ну, по крайней мере, попытаемся додуматься. Понятно, что это высокоуровневый, объектно-ориентированный язык. Назван в честь Ада Августы Лайвлист, дочки Байрона, которой мы все говорим, что была первая женщина-программист, которая писала программы под несуществующие машины, там, Чарльза Бэбиджа, там тоже. Ну, хотим считать ее программистом, будем считать, не без разницы, кто там был первый программист. Честно говоря, «Ну, я думаю, что это все религия». Да, я вам обещал рассказать, чем же отличается религия в IT от политики. Так вот, считается, что религия – это все, что связано с языками. Давайте спорить, что лучше C-Sharp или Java – это религиозные войны. Когда мы с вами начинаем спорить об операционных системах, это политика. А почему политика? Это продажи, это инфраструктура, это внедрение других программ, как целых районов и регионов зданий. Чувствуйте. То есть, вот, аналоги. И IT-шники обычно, ну, они вот так и относят, что к религии языки программирования, где массы бегают и бьются друг с другом, и политика. Вот, то есть, операционная система. Ну, эти моменты мы с вами еще затронем. Хорошо, значит, язык ада, сильного распространения, он не получил. И вот я здесь выделил, что разработанный под патронажем Министерство обороны США. Ну, понятно, что Министерство обороны США всегда поддерживало эти отрасли, всегда делало на этом акцент. Вот, ну, я вам скажу, что наше, наше Министерство обороны, они тоже делали на этом акцент. И, ну, нельзя сказать, что мы уж там сильно, там, сильно отстали. Может быть, в производстве процессоров по определенным моментам, но я видел прекрасные машины, фотолитографии, которые у нас есть. Вот, ну, возможно, сегодня дешевле покупать процессоры, которые выпускаются за рубежом. Далее, значит, он особенно хорошо подходит для создания встроенных систем и систем, работающих в реальном времени. В языке АДО особое внимание уделяется абстракции данных, сокрытию информации, а также приводится различие между открытыми и закрытыми частями каждого класса, пакета. Ну, когда вы слышите пакет, мы понимаем, что это как раз в эти пакетики в UML, такие оранжевые, да, где размещаются классы. И у нас аналог пакетов, это что? Пространство, имен. А в языке Java пространство, слово на MSPACE нет ключевого, а там есть ключевое слово package, которое обозначает тот же самый аналог пространства имен или пакета. Далее, сегодня язык АДО используется преимущество для разработки военных, космических и авиационных систем. Конечно, за счет друзья это все интересно, войны, самолеты и ракеты, но, к сожалению, мы слуги бизнеса, и поэтому язык АДО нам не подойдет, мы ничего не смыслим в войне. Далее, язык Ассемблер, низкоуровневый язык, каждая команда которого соответствует одной команде компьютера, одной машинной инструкции, представленной в двоично-шестнадцатиричном формате. И если вы изучали язык Ассемблера, то вы помните, что у нее есть код операций, скейлендец в бейс, направление битов, там непосредственное значение для адреса, то есть в итоге она раскладывается, и это мнемоника, собственно, она потом раскладывается в машинную инструкцию, которую, собственно, и потребляет конвейер нашего процессора. Дальше, вследствие этого, Ассемблер специфичен для отдельных процессоров, например, для конкретных процессоров Intel или Motorola, x86-интовый и x86 и k68, или k68 процессоры шли, то есть мне приходило, вот раньше на них, так сказать, работали эпловые машины, вот потом Apple отказался в сторону в пользу процессоров Intel, по причине, ну, наверное, по причине дорогивизны, мотороловские, они все-таки используются больше в промышленности. Вот мне так случилось, что я знаком и с одним ассемблером, и с другим, и приходилось очень мучиться и много работать на этих ассемблерах в свое время. Ассемблер считается языком второго поколения, потому что раньше, еще до ассемблера, все сидели и составляли, ну, это уже после первых карт, когда пробивались дырочки, C, его называют, Steve McConnell, среднеуровневым языком общего назначения. Вот C также называют портируемым языком ассемблера. И вот он говорит, что это среднеуровневый язык общего назначения, и первоначально тесно связанных с операционной системой Unix. И вот язык C, разработанный в 70-х годах, компанией Bell Labs предназначался для систем DEC. И на C были написаны операционная система, компилятор C и приложение Unix для систем DEC. То есть, ну, все равно, Unix-овый оттенок он получил. Ну, понятно, что сегодня язык C используется, ну, как второй ассемблер. Как второй ассемблер он немножко высокоуровневый. Далее, язык C++. Это снова же объектно-ориентированный язык, который был разработан на базе языка C компании Bell Labs. Туда была добавлена объектно-ориентированная составляющая. Язык C Sharp. Ну, язык C Sharp это мой родной язык, я уже могу сказать. Это комбинация объектно-ориентированного, компонентно-ориентированного, функционального, аспектно-ориентированного и так далее. Здесь можно перечислять, потому что я считаю, что Steam окунул здесь просто так, ну, очень заузил те составляющие языка C Sharp, что в него входят. И среды программирования разработаны в Microsoft. C Sharp имеет синтаксис, похожий на синтаксис C. Но, скорее всего, так нельзя говорить о синтаксисе. Мы говорим о диалектах языка, то есть вот именно о самой диалектике. И Java включает богатые инструментарии, помогающие разрабатывать приложения на платформах Microsoft. Ну, очень сложно мне согласиться с таким кратким описанием. Ну и на том спасибо, уважаемый Стив МакКоннел. Язык Cable. Напоминает английский язык, он специально имеет такой синтаксис, который близкий к человеческому синтаксису. Но дело в том, что уже был такой один язык. Это язык SQL. А раньше назывался SQL. Structured English Query Language. Потому что мы там используем обычные английские слова. Ну, англичане его разработали. Вот Cable тоже очень похож на SQL тем, что он использует просто слова. Но это абсолютно разные языки. Cable это императивный язык, а язык SQL декларативный язык. Ну, мы уже с вами много раз рассматривали отличие императивных и декларативных подходов. Императивный, как император, указывает процессору, что сделать. А декларативный просто заявляет. Я заявляю, что я хочу, чтобы было вот что-то вот такое. Вот XML декларативный язык. Хорошо. Fortran. Название расшифровывается как Formula Translation. Транслятор Formula. Он разрабатывался для физиков. Java. Синтаксис этого языка. Объектно-ориентированный. Разработан на Sun Microsystems. Напоминает снова же CC++. Java платформенный, независимый язык. Ну, почему про Microsoft такое не писали? Он тоже платформенный, независимый язык сегодня. Потому что у нас есть более мощная спецификация, Common Language Specification, которая застандартизирована организацией ECMA. А вот язык Java не имеет точного стандарта сегодня, несмотря на всю его популярность. А зайдите на ECMA-ский сайт и посмотрите спецификацию по Java. Она где-то там сбоку-сбоку-сприпеку. Вы посмотрите. А вот CLI, это как раз и есть стандарт ECMA, который мы с вами будем рассматривать в ряде видео. Мы с вами посмотрим, как же строятся такие платформы, как .NET, и там MonoRotor, и все это... И если вдруг вы захотите построить свою платформу под неизведанную еще операционную систему, я вам покажу, как это сделать, как написать свой язык, как построить платформу .NET, и мы с вами разберемся, будем привлекать различных мастеров наших искусств и Джеффри Рихтера, и Андерса Хелсберга. И будем смотреть. Это мы сделаем целую серию таких видео. Их может быть будет 100, 200, и они будут нескончаемы. Потому что таких интересных тем очень много. Далее, JavaScript. Ну, все знают, что такое JavaScript. Вот как он его описывает. Вот, чаще всего его используют для создания кода, выполняющихся на клиентской стороне. Ну, понятно, в наших браузерах. Например, для разработки несложных функций, интерактивных приложений для веб-страниц. Perl. Язык для обработки строк. Ну, снова же, он много сегодня где используется. Аббревиатура Perl расшифровывается как Practical Extraction and Report Language. Практический язык и извлечение отчетов. PHP. Ну, я уже не буду сейчас делать такой глубокий анализ каждого жидкого языка. Python. И вот здесь же рассматривается SQL и Visual Basic. Basic. Многие, кстати, не знают, что Basic это просто удачно скомбинированная аббревиатура. Смотрите, Beginners. Be All Purpose. All Purpose. Общецелевого, да? Symbol Instruction Code. Универсальная система символического кодирования для начинающих. Это высокоуровневый язык. Он так и называется. Я язык Basic для начинающих. Ну, многие программисты, они приняли этот язык как свой родной язык. И раньше она всегда говорила, что язык Basic изучают в школе, Pascal в техникумах, а плюсы изучают в институтах. Ну, то есть, в общем-то, делается акцент на этих языках. Хорошо. Ну, и по поводу Visual Basic. Да, он удобный. И там много-много чего хорошо пишется. Почитайте. Ну, я вспомню снова же Apple Man, который вот написал тоже не менее малым, не меньший талмуд, даже еще толще, по API функциям Windows. И мы его раньше читали. И вот он был, к сожалению, написан на языке Visual Basic. И он извинялся. Он говорит, да, я понимаю, что программировать на языке Basic, как плавать в сгущенном молоке. Особо не разгонишься, но зато если нахлебаешься, то будет сладко. Но продуктивность на нем, конечно же, считается ниже, чем на более вот таких плотных языках с более плотными синтаксическими конструкциями. И мы с вами переходим к разделу 4.2. Конвенции программирования. Что же такое конвенция? Ну, понятно, что конвенция это соглашение. Что можно говорить, что нельзя говорить в приличном обществе. Какие конструкции можно использовать в наших программах, какие нельзя. Вот, например, мне на камеру нельзя грязно ругаться, например. Правда? Ну, мне нельзя грязно ругаться и вообще в офисе. Хорошо. То есть, ну, меня лишают... Очень... Я не могу использовать кучу слов. Что это такое? Правда? Далее. В высококачественном приложении должна быть очевидна связь между концептуальной целостностью архитектуры и ее низкоуровневой реализацией. Ну, это он пока делает такое красивое ведение. При разработке сложной программы, архитектурные принципы вносят в программу структурный баланс, а принципы конструирования – низкоуровневую гармонию. То есть, мы, как мы видим, Стив МакКоннелл не может отказаться от своих вот этих великолепных метафор. Ну, давайте к делу. Вот он говорит, красота крупной структуры частично заключается в том, как в ее отдельных компонентах выражены особенности архитектуры. Без унификации ваша программа будет смесью небрежных вариаций стиля, заставляющих прилагать дополнительные усилия, только для того, чтобы понять различия в стиле кодирования, которые вполне можно было бы избежать. Стиль, литературный стиль. Представляете, если бы Пушкин писал в смеси Маяковского, Есенина, себя же, Лермонтова, Анна Ахматова и еще взял и сделал бы вот такую литературную эклектику. Я думаю, что он не был бы таким известным русским поэтом. Я так думаю, потому что я не встречал ни одного известного поэта, который был бы настолько эклектичен, так бы безжалостно смешивал разные стили и направления. Вот то же самое говорится здесь про искусство. Если у вас есть отличный план создания картины, но одну часть вы решили написать, вот мою голову, лицо вы решили написать в классическом стиле, другую в импрессионистском, третью ниже в кубистическом, как бы упорно вы не следовали своему грандиозному плану, картина не будет концептуально целостной. Все-таки я думаю, что нижняя часть, если я буду в шортах, а верхняя часть я буду в смокинге. То есть это будет не концептуально целостной. Все-таки в казино или в какой-нибудь ночной клуб, куда ходят богатые уважаемые люди, меня, скорее всего, не пустят. И даже, наверное, не пустят в венскую оперу на мою любимую Анну Нетребко. Хорошо. Перед началом конструирования сформулируйте конвенции программирования. Так вот, многие компании имеют свой код конвеншн, соглашение по написанию программного кода. Я уже говорил, что go to как раз и запрещено использовать в этих конвенциях. Почему? Ну, ожидайте, ожидайте языка CIL, мы с вами там будем рассматривать, я вам уж покажу, например, чтобы не быть голословным. И в меня не полетели с вас стрелы, вот оттуда стрелы, да, чтобы вы там не писали мне много, потому что я не могу много отвечать на комментарии. Далее, раздел 4.3, волны развития технологии. Если мы почитаем этот раздел, почитайте, вы здесь нахлебаетесь исторических фактов, потому что Стив МакКоннелл пишет, конечно, очень интересно, но он все-таки опирается и от него пахнет, ну, немножко, так сказать, ретро-технологиями. Он все говорит правильно, все говорит отлично, просто немножко-немножко опирается на немножко устаревшие данные. Он красиво пишет, конечно, я видел, как зашла звезда ПК, в то время как звезда Майнфрейма попустилась за горизонт, да, у нас исчезли большие вот эти шкафы с лампами, и мы получили маленькие ноутбуки, которые намного мощнее, да, чем если бы весь этот бизнес-центр был заставлен ламповыми компьютерами. Да, это естественно. Я видел, как консольные программы были вытеснены программами с GUI, с GUI, я также видел, как традиционные программы вступили главную роль веб-приложениям и так далее. И вот здесь он много-много рассказывает такой лирики, почитайте. И вот он говорит, работая в ранней среде, исходите из того, что вам приходится... А что такое ранняя среда? Вот когда-то ранний, вот, например, когда-то только появился Silverlight, да, это было что? Это была ранняя среда, мы ее, ой, смотрите, вот только появилось. Потом он как-то отжил, да. Вот появляется MVC, появилась MVC в вебе, это была ранняя среда. Сегодня, сегодня мы находимся вообще в самом рассвете, да, то есть того же MVC-технологии. Вот, то есть ранние среды это вот что-то, что-то только что появилось, да, и здесь опасность того, что еще нет полной функциональности, что-то баги есть и во фреймворках, понимаете, что мы, в общем-то, рассчитываем, что нам этот класс будет предоставлять такую-то функциональность. Представьте, она важная, вы не всегда можете написать в Microsoft фреймворк и сказать, что вот там что-то не работает, да, а потому что вам в ответ могут, знаете, что отвечать? А очень просто, скажут, это не бизнес-критикал сегодня. Да-да-да, мы, конечно, исправим, но сегодня это не бизнес-критикал, вот, потому что там, собственно, свои приоритеты, и мы не можем там сейчас бросаться как котята на любое требование любой какой-то компании или разработчика, и вот сейчас вот кто-то только захотели, и все, и я понесся делать там. Кто-то один попросил на форуме что-то, что вот он от Шевчука хочет что-то услышать, и я пошел писать для него книгу. Конечно же, нет. Также, собственно, мы должны понимать. Хорошо, что тут еще интересного? А вот цитатки тоже. Как сказал Дэвид Грайс, подход к программированию не должен определяться используемыми инструментами. В связи с этим он проводит различия между программированием на языке и программированием с использованием языка. Разработчики, программируемые на языке, ограничивают свое мышление конструкциями, непосредственно поддерживаемых языком. Если предоставляемые языком средства примитивны, мысли программистов будут столько же примитивными. Это что значит? А знаете, он прав. Если нас попросят что-то написать на языке ассемблера, большую программу честно написать невозможно. Ну, невозможно. Не те уровни абстракции. Я буду мыслить примитивно какими-то регистрами, буду мыслить портами водовывода. И благо, что есть функции BIAS и там потом DOS-овские 21-е прерывание было. Ну, это благо, что было BIAS, что компании Evert и Phoenix поставили в свое время, дали нам табличку векторов и дали, собственно, вот эту микросхемку BIAS, на которой, собственно, и выстроили DOS. Что такое DOS и функции DOS? Это не есть ни что иное, как просто высокоуровневое представление вот этой сборной солянки функций, функций BIAS в 21-м прерывании. Ну, если вы знаете, что такое таблица векторов, ну, это уже такое старое лохматое программирование, уже можем забыть про него. Потом мы заменились уже новыми операционными системами, где мы все эти прерывания, презрененные назвали чем? API, Application, Programming, Interface и нашими библиотеками, да, известными. Так, разработчики, программирующие с использованием языка, это вот уже в конце пишется, сначала решают, какие мысли они хотят выразить, после чего определяют, как выразить их при помощи конкретного языка. Ну, это, конечно, философия. Хорошо, пример программирования с использованием языка, я думаю, что вы его прочитаете, потому что он здесь тоже приводит пример на Visual Basic, рассказывает тут про всякие доступы к базам данных, это вы уже сами посмотрите. Разрабатывая программу на Visual Basic, который тогда находился на раннем этапе развития, а он когда-то тоже перерождался из чистого Basic, я с огорчением обнаружил, что язык не поддерживает встроенных способов разделения бизнес-логики, кода GUI и кода работы с базами данных. Это, оказывается, он не мог еще тогда, вы помните, еще давно, разбить программу на слои, он не мог выделить Presentation Layer, он не мог выделить Business Layer, он не мог выделить Data Layer. Ну, мы помним, Business Layer у нас называется как доменом. Не путайте амонимы, домен как единица изоляции программного кода, как подпроцесс, да, и домен, который в общем ОП и у предметников называется, ну, чем бизнес-слоем. Вот на этом слое построено DDD, да, технологии. Так что у нас дальше, ну, и вот здесь этот пример заканчивается важным советом нам, да, он говорит, что понимание различия между программированием на языке и программированием с использованием языка важнейшее условие понимания этой книги. Большинство важных принципов программирования зависит не от конкретных языков, а от способа их использования. Если язык не поддерживает нужные конструкции или имеет другие недостатки, попробуйте их компенсировать. Создайте свои конвенции кодирования, стандарты, библиотеки классов и другие средства. Понятно, что если мы посмотрим на одни языки, то они не имеют таких синтаксических конструкций, как в языке C-Sharp. Ну, допустим, C++ не имеют. И поэтому для того, чтобы ему что-то сделать подобное, вот функционально, они пытаются как-то компенсировать это через, ну, через какие-то другие средства, я бы сказал. Далее, раздел 4.4, выбор основных методик конструирования. То есть здесь у нас дается контрольный список основных методик, и вот Стив МакКоннелл нам говорит, при подготовке к конструированию следует решить, какие из доступных, эффективных методик вы будете использовать. Некоторые проекты предусматривают парное программирование XP, помните, да, которое снова же разработал Кент Бек. И предварительное создание тестов, TDD, да, то есть все мы помним, и сегодня это очень ценится, и если вы не знаете, что такое TDD, ну, мне с вами стыдно общаться, я скажу коллегам своим, что вы, что вы, ну, так нас приучили. Тогда как другие, тогда как другие, индивидуальное программирование и проведение формальных инспекций, да. То есть, ну, то есть вот, и завершаются специфические методики конструирования, которые должны быть осознанно приняты или отвергнуты, указаны ниже. И в оставшейся части книги эти методики мы будем рассматривать подробнее. Так вот, здесь у нас имеется контрольный список основных методик конструирования, то есть вот само кодирование. Я, понятно, что не буду это все зачитывать, не имею права. Это уже в своих книгах, смотрите. Я просто зачитаю выборочно несколько. Вот, допустим, решили ли вы, какая часть проекта, приложение будет разработано предварительно, а какая во время написания кода. А мы с вами, помните, смотрели, нам вот в ранних главах, там были наложения, да, разных, разных, разных... Сейчас я вам покажу, где это было. Сейчас я вам покажу. Разных этапов разработки, я бы сказал. Это в начале. Вот, 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 видите, 33-я страница, когда у нас выработка требований накладывалась на проектирование архитектуры, проектирование и архитектурно-детальное проектирование. Вот, то есть вы должны это и решить. Далее, выбрали ли вы соглашение именования программных элементов, потому что многие могут не понимать каких-то синтаксических конструкций. И в этом нет ничего страшного. Может быть, многие их сегодня понимают, ну, знают, но они не умеют их правильно использовать. Потому что, ну... Дальше. Работа в группе. Определили ли вы процедуру интеграции? Как вы будете работать в группах? Ну, парами сегодня не принято программировать. Ну, может быть, кто-то из вас и программирует парами. Ну, это редкий случай. Гарантии качества. То есть, должны ли будут программисты разрабатывать тесты для своего кода до написания своего или нет. Будет ли там юнит-тесты? Какие инструменты? Выбрали ли вы инструмент управления версиями? Да, там, определили ли вы другие средства, которые будете применять? Допустим, там, редактор, там, какой visual studio будете? Инструмент рефакторинга? Либо он будет встроенный, либо вы там иньюнит какой-то будете бесплатно использовать. Что там решит ваше руководство? Ну, и что вы посоветуете? А может быть, вы все сидите на иньюнити и говорите, да, нафиг мне нужны эти встроенные средства visual studio, и зачем мы будем там в экспрессах писать, и мы там прочее напишем скрипты и все. Ну, это же такое дело. Ну, и мы с вами подошли, собственно, в этой супер короткой главе к разделу ключевые моменты. И мы с вами их традиционно зачитаем. Собственно, мы подведем итоги этой главы и посмотрим, собственно, выдержку, твинтэссенцию и основной лейтмотивию. Значит, каждый язык программирования имеет достоинства и недостатки. Это мы знаем. Вы должны знать отдельные достоинства и недостатки используемого языка. Вот. Ну, я использую язык C-Sharp для работы, и поэтому я особо недостатков не воспринимаю. Если бы я использую язык C++, я бы, скорее всего, отказался от такой работы. Не хочу, я на ней уже после C-Sharp работать. Далее. Определите конвенции программирования до начала программирования. Да-да-да, я смотрю, какая у нас команда, и говорю, да, ребята, мы будем использовать такую-то технологию, такие-то оберточки. Ой, лучше не используйте вот этого, если вы его качественно не понимаете. Далее. Определение методик конструирования. А вот методик конструирования слишком много, чтобы использовать все в одном проекте. Вот тщательно выбирайте методики. Далее. Вот спросите себя, являются ли используемые вами методики программирования ответом на выбранный язык программирования, или их выбор был определен языком. Что вас заставило выбрать эти методики? Помните, что программировать следует с использованием языка, а не на языке. И я всегда, всегда своим коллегам говорю, и на митингах, я говорю, запомните, мы с вами должны писать программу как следует, а не так, как вы можете. Есть правила. Вот этим правилам мы должны следовать. Потому что если бы я в своей жизни делал только, что я могу и хочу, и что мне нравится, поверьте мне, вот этот код-комплит, я бы его и не читал бы вам. Я стою здесь под софитами, потею, и я уже, понимаете, мне не хочется писать это видео. Но тем не менее, это нужно записать. Я думаю, что вам эта книга будет очень полезна. Далее, эффективность конкретных подходов и даже возможность их применения зависит от стадии развития соответствующей технологии. Конечно же. А что такое технология в нашем понимании? Это просто набор классов. Это какая-то библиотека с набором функциональности, которая сюда отнесена, ну, как бы распределена по роду выполняемой деятельности. Да, все, что относится к базам данных, там, в ADO.NET, что вы говорите, устарела? Правильно, она уже устарела. И уже здесь, что ее новая версия, это что, Entity Framework, и тем более ее уже шестая версия. DBPF, что было раньше? Windows Forms. А чем вот отличается Windows Forms от DBPF? Вот кардинально. Многие говорят, ну, там новые конструкции. Это вторичные. Дело в том, что DBPF, он отрисовывался центральным процессором. Представляете? А DBPF, это Windows Forms, отрисовывался центральным процессором, а DBPF рисуется чем? Видеокартой. И использует DirectX. И получается, все вот эти операционные системы, все эти DBPF-ные приложения, это есть не что иное, как а-ля компьютерные игрушки у нас. И поэтому мы получили возможность строить в этом видео, и делать всякие чудеса. Только лишь за того, что мы взяли видюху. Вот. Видите? Новая технология. А когда-то она была только на ранней стадии. Нам приходилось интеропить и собирать части WinForm-овской ГУИ, склеивать с DBPF-ной ГУИ. То есть сейчас уже никому не придет в голову в DBPF внедрять тот же Data Grid из Windows Forms. А когда-то мы это делали, поверьте мне, и совсем недавно, еще там лет 5 точно внедрялось, 5-6 лет назад, вот оно внедрялось. Сегодня в голову никому не придет такого сделать. То есть вот эффективность конкретных подходов и даже возможность их применения зависит от стадии развития соответствующей технологии. Определите стадию развития используемой технологии и адаптируйте к ней свои планы и ожидания. И пытайтесь предвосхитить, будет ли она с Silverlight, о котором я сегодня уже реже слышу, скажем так, или это будет DBPF или MVC. Здесь нужна некая такая программистская интуиция. Как говорят, у математиков должна быть математическая интуиция. Мы должны предвосхитить результат. Так и здесь мы должны врубить свой мозг, мы логику, мы же программисты, мы должны предвосхитить, насколько эта технология будет жизнеспособной, сколько она проживет. Вот, собственно, такие моменты освещаются в этой главе. То, что я вам обещал рассказать больше, я буду рассказывать в других своих видео, вы, если что, мне напоминаете. Я с удовольствием это все освещу, чтобы не оказаться голословным. И на этом мы с вами закончили обзор четвертой главы. С вами был я, Александр Шевчук. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами на ITVD. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok